Обнимемся с дедушкой, побежали скорее, все скучно, все плыва. Дед Мороз и Снегурочка спешат на праздник. Сегодня в Белимбай долгожданное открытие ледового городка. Несколько недель мастера вырезали скульптуры и украшали елку. Оценить результат теперь могут и местные жители. Городок красивый, хорошенький, много фигур, есть обновления, замки всякие появились. Детям намного более интереснее играть. Городок намного лучше, елку красивее украсили, много фигур добавили. В том году было меньше, в этом году намного больше и красивее стало. Если в прошлом году городок был на площади, то в этот раз его возвели на святом месте в Правленском саду. Разместили десятки фигур, их выбирали согласно истории Белимбая. Поэтому помимо традиционных Деда Мороза, Снегурочки и Петуха есть крепость. Также здесь появилась трехметровая ледяная горка, которая выходит на Белимбаевский пруд. Я тоже решила с нее скатиться. Класс! В этом году открывается пять зимних городков. Самый большой в Первоуральске, остальные в микрорайоне Динос, поселках Белимбай, Новоуткинск и Кузино. На их создание из муниципалитета выделили почти 5 миллионов рублей. Это делается все для того, чтобы Новый год запомнился надолго не только нашим детям, но и школьникам, и студентам, и всем вместе с вами нам. Я от всей души хочу вас поздравить с наступающим праздником. Самое главное, хочу всем пожелать крепкого здоровья, поддержки, любви друг к другу. Мирного вам неба над головой. С наступающим 2017 годом. С праздником вас! После теплых слов поздравления завели хоровод вокруг елки. Артисты местного ансамбля играют на музыкальном инструменте, а сельчане вместе с главой города и поселка радостно подпевают. В лесу она росла! На этом подарки не заканчиваются. В начале января на пруду появится каток. Активисты призывают белимбаевцев затачивать коньки. Ульяна Шелькова, Денис Хромцов. Хроника дня.